Ледовые площадки в этом году, можно сказать, тренд зимнего сезона. Из-за пандемии жители Хабаровского края предпочитают активный отдых на свежем воздухе и по большей части вблизи от дома. Заливкой хоккейных коробок занимаются управляющие компании, ТСЖ, а также представители городских округов и муниципальных районов. Чтобы их стимулировать, в Рио губернатор объявил конкурс на лучшее оформление ледового катка. Подробности в сюжете Павла Егошина. Сейчас поставили фонари, в принципе, все что угодно. Опа, есть вариант. Вот, в принципе, все, что для игры есть. Мечи и шайбы на этой площадке гоняют утром, днем и вечером на каток у дома по улице Ленинградской 2. Приходят со всей округи ТСЖ, Холмская заливает и украшает площадку каждую зиму. В этом году представился случай, чтобы они узнали далеко за пределами Хабаровска. Арену для хоккейных баталий выставили на голосование в краевом конкурсе. По мнению местных жителей, у нее есть все шансы победить. Лед вполне хороший. У нас здесь тоже площадка такая же наверху. Мы играем здесь, потому что здесь ближе, чем нашему. Потому что у нас один дом только на площадке, а здесь достаточно много, и поэтому здесь много людей играет. На 31 декабря тут аншлаг. Люди встречают Новый год на коньках. Ну а так она до 11 вечера работает до того момента, пока не начинает таять лед. Подобные популярные хоккейные коробки есть, пожалуй, во всех районах Хабаровского края. Всего в регионе в этом году залили 180 площадок. 33 из них принимают участие в конкурсе на лучшее оформление ледового катка. Судьями в нем выступают интернет-пользователи. Чтобы вынести свой вердикт, им достаточно зайти на сайт «Голос-27» в раздел «Люди решают» и выбрать понравившуюся площадку. Первому месту достанется сертификат на 150 тысяч рублей, второму на 100 и третьему на 50 тысяч. Эти суммы можно будет потратить на приобретение инвентаря. Может быть, это будут коньки, может быть, ворота, может быть, шайбы, клюшки. То есть желание в рамках 150 тысяч, 100 и 50 тысяч, соответственно, они выбирают. Голосование за лучшее оформление катка завершится 31 января. Победителей наградят в начале февраля. Павел Игошин, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск. К слову, в Хабаровске к заливке катков подошли со всей ответственностью. Этой зимой в городе залиты и обслуживаются 65 дворовых коробок. Однако в интернет-конкурсе пока лидируют районы краем. Больше всего на сайте «Голос-27» оценили катки села Найхин, Амурска и рабочего поселка Завета Ильича.